Девушки отдыхают Пиркс находился на Луне и, следовательно, весил здесь всего 15 килограмм Он бежал восьмиметровыми скачками Вскоре ущелье перешло в неглубокий жёлоб На солнце, в каких-нибудь ста метрах под ним, лежали плиты лавового потока Попался, подумал Пиркс Теперь обломки базальтовых скал заслоняли видимость Стоять на месте было опасно Пиркс заметил небольшую впадину Он добрался до неё одним прыжком Длительным, замедленным Как во сне лунным полётом Притаившийся за базальтовой глыбой Пиркс выглянул и увидел Сетавра Безумный робот был освещен лишь наполовину Пиркс уже поднимал лазер Когда Сетавр, словно охваченный внезапным предчувствием, исчез Возможно, он всё ещё стоял там Только спрятался в тень Пиркс опустил свой лазер Если бы хоть что-то можно было услышать Но это проклятое безвоздушное пространство И почему вездеходов всё нет Пиркс уже готовился покинуть свою позицию Как вдруг увидел в просвет между двумя стенами базальта Движущиеся один за другим вездеходы Одновременно две большие, словно человеческие, только одеты в металлические перчатки, руки Показались на самом краю утёса Вслед за ними, так быстро, что Пиркс не успел отступить Появился Сетавр В массивном выступе, заменявшем голову Сетавру Как два чёрных, широко расставленных глаза Мёртвенно отсвечивали линзы оптических отверстий А между ними, под закрытым сейчас веком Находился третий, страшный зрачок-лучемёт Пиркс замер на месте Они неотрывно смотрели друг на друга Извояние человека и изваяние машины Страшный блеск разорвал пространство перед Пирксом От теплового удара он опрокинулся навсничь Он был убеждён, что стрелял не Сетавр Лазерное око безумного робота было тёмным и слепым до последнего мгновения Чудовищный блеск повторился И расплёскывая капли жидкого минерала Откололась часть базальтовой скалы, которая прикрывала Пиркса Били лазером из первого вездехода И Пиркса спасло то, что целились они на высоту роста А Пиркс, сбитый тепловым ударом, бежал Пиркс повернулся на бок И увидел спину Сетавра Который, стоя неподвижно, два раза брызнул лиловым солнцем Даже с этого расстояния было видно Как у переднего вездехода отворилась гусеница Поднялось такое облако пыли и светящихся газов Что второй вездеход стрелять уже не мог Двухметровый гигант спокойно взглянул на лежащего человека Повернулся и, слегка согнув ноги Хотел прыгнуть обратно в лабиринт Пиркс выстрелил из неудобного положения Желая только подсечь Сетавра ноги Но его локоть дрогнул Огненный нож развалил гиганта сверху донизу И тот груда раскаленного метала Рухнул на дно лабиринта Экипаж первого вездехода остался невредим Люди даже не получили ожогов И Пиркс узнал, что они приняли его за робота Следующий выстрел вездехода Оказался бы для него роковым Его спас Сетавр Но отдавала ли машина себе в этом отчет? Много раз Пиркс возвращался мыслю К этим последним секундам И каждый раз в нем крепла уверенность Что робот находился там Откуда мог правильно оценить обстановку Означало ли это, что он хотел спасти человека? На этот вопрос теперь никто не мог дать ответа Все признавали, что Пиркс действовал так Как должен был действовать Но Пиркса это не удовлетворяло На долгие годы у него сохранилось воспоминание О тех долях секунды Когда он прикоснулся к смерти Но все же уцелел С тем, чтобы никогда не узнать всей правды И горьким, как угрызение совести Было для него сознание Что вероломным ударом в спину Он убил своего спасителя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok